Я представляю филиал военной академии РБСР, кандидат технических наук, досет для федерации математики. Нас интересует искусственный интеллект и понятие и мышление, и сознание с точки зрения использования его в военно-технических роботизированных системах. В личной докладе название здесь написано. Основные задачи, которые приходится решать роботизированным комплексом, это решение задачи маршрутизации на местности, на подсылающейся. Поэтому при формализации понятия мышления здесь наилучшим образом подходит понятие графа именно на местности, по которым будет перемещаться данный комплекс. По понятию мышления, здесь могут быть разногласия некоторые, но с нашей тоже позиции это множество маршрутов, которые может использовать роботизированный комплекс при изменении обстановки. При изменении обстановки. Таких маршрутов должно быть достаточно много. Графы, по которым могут перемещаться они, тоже могут представлять объекты с большим количеством вершин и ребер, которые соединяют их между собой. На этом слайде представлена царевая из промозка и исходные данные. Данные, исходные данные. Я не буду зачитывать, наверное, вы посмотрите сами, да? Маршруты на графе реперных точек рассчитываются на основе генетического алгоритма с помощью минимизации так называемых царевых функций. Нулевое значение царевой функции означает, что маршрут построен. Ну, это известное определение, так сказать, из общепринятых документов в этой области гражданских. Мы их переделали как бы под свои цели, используя понятие графа, который во многих задачах легко позволяет нормализовать различные вопросы маршрутизации. Ну, вот мы здесь схематично изобразили, по каким, будем говорить, не обязательно здесь вот геометрически правильные как бы графы изображены. На самом деле стороны могут быть и формированы, и граф на местности может быть истреблен. Значит, процесс мышления мы подразумеваем, это маршруты, которые соединяют это, можно сказать, отображение маршрута. Значит, если мозг технически тоже представляет в виде каких-то нейронов, то маршрут отображается в виде маршрута, соединяющей эти нейроны. Значит, основная здесь как бы ключевая отправная точка является именно от настроения целевых функций на графике. Ну, здесь представлены, как видите, формализации, допустим, нейроны в мозге, там, соединение акционных связей, и вот это формально может перевести маршрута на местность. Вот такая аналогия, будем говорить. Она может быть условная слишком, но в некотором плане имеет право на существование. Графы могут быть разнообразные. Разомкнутые маршруты могут быть вот здесь слева. Справа могут быть графы на клеточных областях, где маршрут прокладывается по центру квадрата. Итак, маршруты здесь вот формально показаны на этом слайде различного типа могут быть. Все знакомы, наверное, с типами графа Фейлеровы и Мельтоновы. Ну, я напомню, Шейлеровы это маршруты проходят по всем ребрам один раз и возвращаются в исходную точку. Отправление нашего, будем говорить, о роботизированного комплекса. Фениксберские мосты. Да, совершенно верно. Камильтоновые маршруты. Такая игра была придумана вот с Камильтоном. Он, значит, соединяется резиночкой в битые гвоздики, по которым надо было привести маршрут объезда городов вокруг всего земного шара. Такая была игра в суверии. По этим, будем говорить, играм. Камильтон тоже прославился. Для Мельтоновых графа означает, что маршрут проходит один раз по каждой вершине графа. Возвращается нас. То есть, Элеровы и Мельтоновы, вообще говоря, очень подходят для роботизированных комплекса. Они позволяют вернуть его назад в исходную точку от проблений. Кроме этого, как будет видно, значит, ниже трейдеровый гвоздика имеет достаточно большое число маршрутов. Если количество вершин будет незначительно расти, то число маршрутов может расти в экспотенциальной зависимости. В экспотенциальной зависимости. Сейчас. Сейчас. Да, можно. Итак, основные этапы нахождения маршрута с помощью генетического алгоритма. Значит, в генетическом алгоритме перебираются так называемые хромосомы. Хромосомы – это наборы номеров реперных точек. Если комбинация набора совпадает с маршрутом на графе, то целевая функция обращается в ноль и дает сигнал о том, что маршрут построен. Маршрут должна быть не в смысле. Ну, практическая, будем говорить, реализация с помощью программы показывает, что маршрут где-то порядка, допустим, 20 реферных точек на место строится буквально за, ну, за, ну, там, долю секунды. То есть сейчас быстродействие довольно высокое у компьютера. Так, извините. Значит, здесь стандартный алгоритм. Показано, значит, отбирается, формируется случайным образом набор хромосом, состоящий из номеров реперных точек. Дальше используется целевая функция на этом маршруте или на этом графе. Если целевая функция обращается в ноль, маршрут принимается для выполнения. Значит, кроссовер-мутация селекция позволяет видоизменять хромосомы между собой, чтобы они быстрее коммутировались из произвольной перестановки. Последовательность вершин на графе, который соединяется разрешенными ребрами. Граф здесь может быть не связанным. Не все ребра разрешены для прохождения по маршруту. Не все. Так, целевые функции, несколько слов. Вот они здесь различаются. Могут использовать в качестве, значит, кодек, вершин или ребер обычные числа. Простые, допустим, или натуральные. Это могут быть чисто трансцендентные. Могут быть в качестве кодов ребер использоваться векторные величины или маточки. Также допускается использование, значит, функций, которые обычно мы привыкли видеть. Вот разложение рядов в Е, лагера и так далее. Эти функции между собой линейно не зависят. Линейно не зависят. Значит, основная теорема, которая должна выполняться при построении маршрутов из набора кодов, это означает, что коды между собой должны в сумме или в произведении давать однозначное разложение некоторой математической величины. Либо это составное число какое-то целое, раскладываемое в эстетическую сумму, которая, вы знаете, однозначно представляет любое натуральное число. Либо это произведение степеней простых чисел. Это тоже теорема об однозначном разложении. Либо это какая-то векторная структура с однозначным разложением. И так далее. Вот понятнее будет, если я приведу примеры конкретной функции. Но в каком-то смысле, если возвращаясь к теме нашего, будем говорить, конференции, если надо говорить о сознании и мышлении, то, значит, простые ребра, простая кодировка на них, это мы ассоциируем с мышлением ребенка, допустим. Если графа сложнее, коды более сложные, это, значит, студент у нас. И, наконец, графы будут быть достаточно большие. Это соответствует мышлению и сознанию, ну, уже, как мы говорим, солидного ученого. Целевая функция. Мы здесь вот немножко позволили себе вот это пофантазировать. Хотя это чисто математический объект. Чисто математический объект. Сейчас мы приведем примеры. Примеры целевую функцию. Значит, примеры рассматриваются на простейшем графе, который представляет собой вот такой ромб с центральными кратными ребрами. Значит, у этого ромба у нас 4 вершины и 6 ребер. Следовательно, для кратировки ребер используется 6 величин. 6 величин. В данном случае у нас используется теорема о предназначном разложении числа в сумму физического разложения. Здесь у нас могут использоваться разложения числа произведения простых чисел. Эта функция может быть мультипликативная. Это в сумму аддитивных. Кроме этого, кодами могут выступать... Ну, это, наверное, то же самое, что я уже сказал. Нашли бы произведения чисел. Могут быть дробные произведения. Вот здесь внутреннее ребро двойное, поэтому код у него пятерка, а двойка означает краткость этого ребра в грамм. Если мы раскладываем сумму кодов троичного представления числа в виде суммы, то опять код кратного ребра повторяется 2. Поэтому выбрана тройка. Двойку нельзя взять здесь. Взять, потому что у нас есть ребро. Второй краткость. Второй краткость. Целевые функции простые. Могут быть использованы теоремой о однозначном разложении и представлять собой коды в виде произведения скобок. Это тоже мультипликативная функция. Здесь х может представлять собой даже трансцендентное число. В теории алгебраевских разложений многочленов эти скобки между собой являются неприводимыми множителями. То есть теорема об однозначном разложении многочленов здесь используется. Здесь разложение рациональной функции. Кодами этого ребра, этого графа могут выступать простейшие дроби. То есть множество, где используется и может быть применена теорема об однозначном разложении в математике очень большой запас. Очень большой запас. То есть здесь вид выбора целевой функции может зависеть от того, какую цель мы здесь преследуем. Например, мы можем предположить, что вот в этих трансцендах может быть заложена информация при прохождении вибра с этим кодом, что ему делать по трансценду А1, допустим. Он должен там что-то сфотографировать или сбросить сверху какой-то предмет или применить какие-то еще виды воздействия на вероятного противника. То есть коды могут быть по информативности разного объема. Разного объема. Ну, здесь мы взяли самые простейшие, как говорят, это дроби. А могут быть довольно большие многочлены, которые образуют, значит, в сумме однозначное разложение. И рациональный пункт. Так, здесь у нас рассматривается... Кодами ребер являются вектора. Вектора могут быть кодами ребер использоваться... Вот здесь вот видите, в точке запятой, матрицы. Матрицы тоже могут быть кодами ребер или вершин. Но если мы рассматриваем движение по ребрам, то мы больше здесь говорим о бейнерах, о бейнерах. Если у нас преследуется цель именно пройти по вершинам, тогда коды будут расставлены для задания роботизированного комплекса как кода вершин. Так вот, мы дошли до еще представителей однозначно разложения так называемой трансцендентной функции, которая является, значит, слагаемым и рядом другим. Можно брать любые, вообще говоря, функции, которые используются вот в этих наборах, однозначно разложения по различным бесконечным трансцендентным функциям. Это могут быть и многочлены вернули, они между собой тоже велины независимы. Здесь вот синусы, это из-за видов, и так далее. Так, если вопрос стоит о том, чтобы точно отследить прохождение, значит, роботизированного комплекса и по вершинам, и по ребрам, тогда надо использовать в качестве цельевой функции вот такую сумму. Одна из них контролирует проход по вершинам, а вторая целевая функция по ребрам, по ребрам. Генетический алгоритм старается найти комбинацию на его вершин таким образом, чтобы обе функции обнулились, ну, они берутся по абсолютной величине, складываются между собой. Здесь мультипликативная форма таких же целевых функций. Что-то он у меня прыгает несколько раз. Так, дальше пошли. Значит, какие были достигнуты, будем говорить, наши скромные успехи. Вот по алгоритмам, которые с предложенными цельевой функцией были рассчитаны, значит, все Эйлеровы маршруты, вот здесь вы видите число Э, это Эйлеровы маршруты. На этом графе существует 104, на этом, видите, 2000. Вот на этом графе мы считали и остановились вот на такой где-то сумме. Значит, если число реберей вершин растет у Эйлеровы графа, число этих Эйлеровых маршрутов растет в экспоненте. Это громадная численность, до миллионов доходит. Хотя граф небольшой, до миллионов. Но для наших нужд не нужны все миллионы. Нам достаточно выбрать какую-то там совокупность маршрутов для того, чтобы обеспечить работоспособность нашего комплекса. Но, с другой стороны, чем больше у него в запасе будет маршрутов, тем он будет более, ну, так кавычка, хитрым, чтобы не попасться на удочку противника. Наличие большого числа маршрута позволяет ему быть более универсимым. Значит, какие используются алгоритмы для расчета маршрута? Вот самый, будем говорить, простой алгоритм, реализован на любом языке, это метод перебора, который позволяет найти все маршруты без пропуска. Причем они будут расположены в упорядоченном виде. Но здесь есть проблема. Если граф будет достаточно большой, то компьютер будет работать, вот до нескольких лет может дойти расчет. До нескольких лет. Это нас, конечно, не устраивает. Была поставлена задача, анализ был проведен, что не все маршруты могут быть рассчитаны. Вот на этом графе уже два с половиной года. Надо считать. На этом число переборов, прямым перебором, номеров вершин, это вообще число астрономическое. Намного больше этого, значит, тут еще больше потребуется время для прямого перебора. Значит, нужны новые методы какие-то для того, чтобы насчитать хотя бы часть маршрутов для запаса движения роботизированных комплексов. Более разработанный метод редукции мозаики и насыщения. Мы кратко покажем, значит, на... Вот метод редукции позволяет, отбрасывая лишние вершины и ребра, свести его к такому простому графу, потом в обратном порядке, навязчивая число ребер и вершин, вернуться к нему и получить вот все маршруты на большом графе. Эта задача может быть формализована, но сэкономить до этого времени. Значит, вот на этом графе, на котором было 2304 маршрута, редукция давала вот такой упрощенный граф, но здесь надо уже было затратить несколько десятков минут, чтобы посчитать метод перебора. Потом добавляются новые номера вершины, можно посчитать только часть маршрута. Из 3304 только часть маршрута. Но это вполне достаточно обычно. Это метод редукции. Метод мозаики работает, если происходит сращивание, мозаичное сращивание графов в точках кратности 2. В кратности 2 тогда число маршрутов просто получается произведением. Их можно выписать тоже в автоматизированном виде. Ну, наиболее подходящих для графов уже довольно больших, что мы говорим, это до средней где-то размерности, это порядка там 10 чем-то вершин, и там порядка 2-3 десятков ребер подходит метод насыщения. Он состоит... В чем кратко, если говорить? Насчитывается генетическим алгоритм, допустим, 10 маршрутов, затем с помощью автоматизма в графах эти маршруты размножаются во много раз. Из 10 можно получить до 80 маршрутов. Опять насчитывается, там, допустим, 10 маршрутов добавляется в предыдущих, опять размножается, число маршрутов растет, видите, набухает. И, наконец-то, наступает момент, так как число маршрутов на графах, допустим, Элером и Гамильтоном ограничено, в каком-то шаге наступит насыщение, будут найдены все маршруты. Ну, этот шаг, оказывается, для графа больших не наступает. Он все время запрашивает новые порции маршрутов, опять добавляет предыдущих, растет неимоверно, но так как их число доходит до нескольких миллионов, насыщение обычно мы не дожидаемся. Но нам это и не нужно. Достаточно получить, ну, несколько сотен, может быть, тысячу маршрутов. Но за счет этого мы уходим от проблемы диполемиального алгоритма. Это позволяет нам получить за ограниченное время нужное число, не обязательно, всех маршрутов. Нужное число. Ну, вот здесь вот показано, как на этом графе мы насчитали, нам удалось подсчитать все маршруты 2304. У нас есть эта таблица, довольно большой. Не все маршруты одинаковы. Они имеют свою структуру, диспейлеровые маршруты. Есть маршруты, когда по одному и тому же маршруту можно запустить два роботизированных комплексов друг за другом с интервалом одну ребру. Можно запустить три по некоторым с интервалом одну ребру. Можно запустить четыре. Пять нельзя. Будут сталкиваться. Головной роботизированный комплекс столкнется идущим за ним там в конце с хвостом своим. И можно найти маршруты, когда на этом графе нужно запустить шесть беспилотных витательных аппаратов или роботизированных комплексов наземного базирования. Больше шести нитер. Здесь вот граф Гамильтона, мы на нем методом насыщения насчитали, извините, насчитали на этом графе всего шестьдесят гамильтоновых маршрутов. То есть Гамильтон, может быть, и не знал это число, а наш генетический алгоритм метод насыщения позволил буквально за несколько минут получить все маршруты. Шестьдесят шуток всего найдут. То есть можно было открывать туристическое пюро и шестьдесят различных путевок выдавать для путешествия по городам земного шара при тем временем, когда жил Гамильтон. Больше шести вести нельзя. Ну вот здесь мы тоже пытались подсчитать, нам удалось с этого графа перейти на этот подсчитан. Подсчитать общее число. На этом мы подсчитали вот такое количество, и оно растет до сих пор. У нас программа работает, и число маршрутов тут неизвестно, какое будет, конечно. Оно достаточно большое. Но нам такие количества, собственно говоря, в полном объеме не нужны. Нам достаточно. Итак, выводы вот краткие. Значит, генетический алгоритм позволяет формализовать процессы решения. Задача – нахождение маршрутов на графах. Значит, в отличие от искусственных нейронных сетей, генетический алгоритм, из-за того, что он четко указывает номера последовательных проходящих пунктов, он, мы считаем, отслеживает причинно-следственную связь. А нейронная сеть не может отследить причинно-следственную связь. Если вам дадут произвольную нейронную сеть, вы не знаете даже, она, в каком поводу она построена, говорю. Здесь четко известно, что маршрут, ну, конечно, если противник узнает, это плохо для нас, то мы делаем так, чтобы он не узнал. Далее, генетический алгоритм может позволять рассчитывать маршруты на большой группе перераков. Методы редукции насыщения обходят он проблему НПМ. У нас НПМ. Целевые функции тоже могут помогать и увеличивать, так сказать, скорость счета. Надо, бывает, набрать самые простые. Если надо учесть выполнение каких-то функций в ходе маршрута, то лучше брать, конечно, целевые функции сложного вида, в виде, допустим, отношений многочленов. Не приводимых между собой, тогда их сумма представляет собой однозначное разложение в какой-то дроби. И в КФЦ мы можем записать любую информацию. Ну, я, наверное, не открою секреты, что полетные задания в такие комплексы вводятся одним числом. Внутри оно раскодируется, выставляются коды и номеров вершин, и коды ребер, по которым разрешено ездить к этому роботизированному комплексу. И полностью происходит разворачивание этой секретной константы. Ну, и последнее здесь, что вот, перспективными кодами выступает, цифровые изображения могут быть. То есть мы знаем, что каждое изображение, даже это вот в интернете, это матрица, да, цифровая, у нее есть число строк столбцов, на пересечении строк и столбцов стоят яркости изображения. Вот такие матрицы, они могут быть очень информационными для полетного задания, могут быть использованы для роботизированных комплексов. Спасибо за внимание. Если у вас, вообще говоря, задача математического программирования, ваша, у вас, хорошо, у вас, по сути дела, задача математического программирования, основанная на использовании популяционного алгоритма типа генетического алгоритма. В принципе, в задачах математического программирования обычно предполагается целевая функция, или набор целевой функции, если речь идет в полном, китаре реальной оптимизации, и ограничения. У вас ограничения, если здесь как-то учитываются? Ограничения здесь какие? Мы маршруты должны проложиться, значит, на графе, а у графа не все вершины между собой соединенные лёгки. То есть у нас ограничение, что вершина на совершение только по разрешенному реву. То есть тот маршрут, который он реально может переодолеть. То есть, по сути дела, это определяется матрицей? Да, это определяется именно целевой функцией. Она задает именно условия одновременно. Вот в этой целевой функции сразу учитывается ограничение. То есть это сверка, по сути дела? Таким же образом вы учитываете и много критериальностей. Да, совершенно верно. Много критериальностей, ну, понятно, что там много навесного оборудования, оно входит отдельными, значит, целевыми функциями, вот к этой функции построения маршрута. Они все для однородности сделаны неотрицательными, не берутся по модулю. Когда сумма вся равна нулю, он выполняет полностью нагруженный моего алгоритм, который он должен быть. Понимаете? Оль, спасибо. Оль, спасибо. Еще можно у меня вопрос? Скажите, а какова длина ребра? Значит, длины ребер разные. Это я рисую симметричные граммы. От чего она зависит? Зависит от длины. Длина ребра что зависит? Ну, от местности все проложенные резиновые точки. А граф ну и есть? Не, ну, если я нарисую граф симметричный. Ну, там есть, которые зависит между этим симметричным. Значит, когда чисто строится маршрут на графе, длина не учитывается. Просто учитывается расположение вершин. И геометрическая связь между собой. Потому что она на местности длина. Ну, длина это уже конкретно валютных заданий на картинах не месяц. А если по длине сказать еще, значит, если вы возьмете Элеров маршрут или Камильтонов с другой точки обойдете тот же самый маршрут, длина будет та же самая. Просто меняется последовательность прохождения участия. А сумма их остается одинаковая. Так, вопросов нет, если признание то же нет. Вот вы к нам вырегистрировались в несколько дней. Мы пошли вам на встречу члене с ней. Мы не можем вам деньги вернуть. Мы не подали в маркет. Если зайду на линейн дабы. Я съеду говорила вот зайдите с ним смотрите так. Я не верю. Мы за них не существует. Мы не существует. Нет, мы сегодня уезжаем. Вот в организации у нас в интервью такие появляются вопросы. И вы придете и уже даете и подумайте как я продаю эти деньги сейчас как это. А вы сейчас уедете. Сам зайдем . Если она уже уже подставляет. Нас нельзя подставлять. Мы же вас подставляем. Живитель здесь. Мы не можем подставляем. Стилим себя. Нет, Это две четырех. Обижался. Живо. Живо. российских тогда. Четыре восемь что-то. Не сделать. А что вы не остались. Оставайтесь. Оставайтесь. заканчивается. Позвонили сказали надо приехать. Мы скажем что Чеха. Спасибо. Он не заразил бабушек. Аппарат не может справиться. Следующий вопрос. Вы можете объявить его? Я его предупредил. обвините. 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 Одну секунду. У нас так получилось что мы хотели поблагодарить вас всех. приятные. Что же уезжали? Ну давай. Ну я знаю. Мы даже предсказали сегодня. При символации мы будем сразу. там будет негатив много. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. до свидания.